Поговорим с Сергеем Филенко. Это плотник, который был у нас уже в эфире. Вы его, вероятно, помните. Поговорим об оптимиграции. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. В прошлый раз, когда мы с вами общались, вы говорили, что не уедете из России, и особенно говорили, что не уедете в Финляндию. При этом многие зрители, которые смотрели тогда ваше интервью, просто кричали, Сергей, уезжайте, Сергей, валите отсюда, Сергей, вам нельзя здесь оставаться. Сергей, плотники в США зарабатывают примерно в 13 раз больше, чем плотники в России. Очень много потом было отзывов о вашей акции с шариками. Да, я напомню, что Сергей был фигурантом административных дел по дискредитации армии, и довольно яркие были акции и с шариками. Каждый из 216, кажется, шариков, каждый из которых символизирует детскую жизнь, и они были рассыпаны перед судьей в зале заседаний. И акция с тем, чтобы на каждой купюре уплата штрафа, написать, что это деньги плотник, и их нельзя тратить на войну. Но теперь вы оказались в Финляндии. Расскажите, как это произошло. Да, я выехал неожиданно на волне чужого ужаса. Я не знаю, мой ли это был момент Кайрос или не мой. У греков есть понятие, кроме плавного течения времени, есть момент Кайрос, когда судьба резко меняется. И не всегда понятно, твой этот момент истины, или нет. Но так или иначе, я говорю с вами в библиотеке «Иматры» в Финляндии. Где вы живете сейчас в Финляндии? Я живу в квартире от Красного Треста. То есть вам дали убежище? Как это происходило? Нет, не дали. Сейчас как раз такой момент, когда непонятно. Будучи деревом в родной стране, мои корни уже перегорели. Я упал в реку и меня вынесло в море, но к чужому берегу я еще не приглянулся. Это займет месяцы, пока МИГРИ рассмотрит документы. Потом или статус убежища не предоставят, или дадут. И в зависимости от этого буду я так или иначе действовать дальше. Что стало вот тем спусковым крючком, когда вы решили, «О, вот все, я прям захожу на сайт и покупаю билеты»? Ну, человек, он даже, будучи в Финляндии, который стал спусковым крючком, говорит не Путин, а один человек. И он был бы в ужасе, если бы я сказал, как мы с ним поехали. Вот, но еще меньше, чем за сутки до того, как я ехал из страны, я поговорил с друзьями, сказал, что нет, я остаюсь. Это не мой путь. Но, как иногда бывает, на следующее утро я уже ехал в сторону границы. Вот такие дела. Без семьи, Сергей? Да, пока без семьи. Планирует она к вам присоединиться, семья? Это зависит от меня и от Игоря. Насколько я своими действиями смогу где-то остановиться, начать зарабатывать деньги, чтобы перетащить деньги. Непонятно ничего. Сейчас, пока я вырвался из всего и практически умер. Я как раз сейчас хотел вот об этом подробнее поговорить, о вашем ощущении себя и ощущении мира вокруг после того, как вы оказались в Финляндии. Что вы чувствуете? Почувствовали ли вы большую свободу или наоборот скучаете по дому? Как вы ощущаете себя вот в этом новом пространстве? Непонятно. Сейчас такой момент, что картина мира прежняя рассыпалась, и у меня нет даже русских слов, чтобы описать в своей голове реальность. Я подозреваю, что с популяционной точки зрения судьба одного человека не имеет никакого значения. Я там думаю, как приносить пользу, что извлечь, какое слово или дело из того, где я оказался, чтобы стать или примером для кого-то, или уроком другим наука. Как-то непонятно. Да, здесь безопасно, спокойно, хорошо. Я научился смотреть в глаза людям, которые встречаются на улице, улыбаться. И вот это хорошо. Ну и это страна, которую я уважаю, но не мы построили эту страну. Мы создали жуткую гуманитарную катастрофу. Мы как немцы при Гитлере. И вот со всем этим. Я совестливый немец, избежавший из Гитлеровской Германии. 43-го. Состояние, правда, нелегкое. Хотела спросить... Ну, вы знаете, много таких убеждений, что когда я уеду, ну, например, в Европу, что я там буду делать и кому я там буду нужен? Вот и в эту сторону у меня вопрос. Ваша профессия может быть применена в Финляндии? Не знаю. Возможно. Пока непонятно. Нужен язык, чтобы работать, как ни странно. Потому что среди рабочих специальностей финский язык нужен существенно больше, чем среди программистов и культурных людей. Потому что все они могут по-английски разговаривать. Технически-то я, да, могу строить из бревен по здешним технологиям сауны, а не бани, дома. Такие же, как дома. Но это не важно. Важно, как мы до всего этого докатились, и как вот эта катастрофа, вызванная моей страной, отражается на всем, на всем. И, в общем-то, несущественно, наверное, что и где. Главное, чтобы какая-то пользы или военного вреда не было. Когда вы думаете о том, возможно ли вернуться обратно, что должно произойти для того, чтобы вы вернулись в Россию? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Наверное, будущего я не вижу вообще. Я, будучи атеистом, даже зашел в пару церквей, чтобы на всякий случай сказать спасибо, если вот это были промыслы Божьи. Но, как в книге из Суса Хоэнда «Молчание», было мне ответом молчание. Поэтому надо самому как-то думать, куда-то идти, куда-то жить. Чем сейчас наполнены ваши дни? Вот как происходит просто обычная бытовая жизнь в Финляндии у человека, который живет в квартире Красного Креста? Да, у нас шесть человек, в которых живут пять человек, если практически незнакомые друг с другом. Иногда, как волонтер, я помогаю заносить кровати в такие же квартиры-убежища в маленьком городке. Это десятки квартир. И вот в этой маленькой капле виден масштаб вот этой гуманитарной катастрофы, которую вызвало наше государство, и которую такие, как я, никак не смогли остановить. Учил финский язык. И моя память похожа на трубу без дна, в которую я засыпаю плава и фразы, потом совком пола загребаю это все обратно и на следующий день опять засыпаю, что-то добавляя новое. Иногда я зависаю, когда какая-нибудь простая фраза «Эй, ти, мисса, мео, лемме, мама, где мы?» И для меня она вдруг приобретает философский смысл, и думаю, где мы вообще, кто мы, откуда, куда идем. В библиотеке я читаю книги какие-нибудь. Прочитал Карла Ясберса, вопрос или нет. Потому что немцы же как-то разобрались со всем этим кошмаром, который с ними случился. Ну вот, в библиотеку записался. Можно с 7 утра заходить читать мою библиотку. Но пласт литературы и языка страны, которая отбилилась зимой 39-40-го года от моей страны, которая напала на нее, в которую я приехал, потому что моя страна напала теперь на другую страну, в которой, в принципе, я родился, когда это было все одной страной. И вот эти все соображения, они взрывают мозги. Ну, внешне я нормально, спокойно. Спрашивают в чате, что написано у Сергея на футболке. Там написано, «Сила страны не в танках и ракетах, а в ее людях». И это цитата Юрия Дмитриева. Да, спасибо. Мы тоже не смогли защитить от тюрьмы, хотя много-много хороших людей пытались как-то помочь. Ходили в субри. Не знаю, у меня ощущение, что да, моя страна выгорает, и мы-то все выгораем. Что-то хорошего можно сказать. Да, не то, чтобы мы искали что-то хорошего. Тем не менее, передаю слова поддержки из чата и, например, из Хельсинки. «Доброе утро», пишет нам Анна Захарова, живу в Хельсинки. Хочу, чтобы спикер знал, что он тут не один. И русская комьюнити всегда предложит помощь. Профессия очень нужная тут, они постоянно все строят, но язык стоит подучить. Удачи! Если нужно, кстати, мы запросто можем связать, я думаю, все получится, Сергей пишет вам и обязательно просят, чтобы мы передали, что это было правильное решение и весь чат совершенно пестрит сообщением о том, что они рады, что вы в безопасности и просят вас не испытывать никаких чувств вины и отчаяния, если это, конечно, возможно. Селиль Семенов пишет, Антон, Даша, передайте Сергею, что очень много людей поддерживает его выбор и переживают за него. пусть не испытывает чувство вины, что уехал. Ну и Людмила Шалыгина рассуждает, сколько же людей живут, сколько боли, растерянности в словах этого человека, пусть скорее закончится период адаптации с любовью и сопереживанием, но и радостью к этому прекрасному, умному, мудрому мужчине. Вот так. Спасибо, конечно. Спасибо вам большое. Мы будем оставаться на связи и я надеюсь, что все постепенно, постепенно наладится. Немцы как-то выгребли и мы, наверное, справимся. Удачи, Сергей. Не впадайте, пожалуйста, в уныние. Нет, я думаю, напряженная внутренняя работа. как быть полезным, нужным и как-то, может быть, чуть-чуть увеличить количество добра среди вот этой бездны зла. Хорошо, спасибо. Всем всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. До свидания. Будем на связи, да. Спасибо.